Причинение несправедливости людям, будь это в отношениях имущества, крови или чести, недозволено и является харамом, а также одним из больших грехов. Тот, кто пожирает имущество людей не по праву, такой человек пожирает огонь и впал в один из больших грехов. Что касается того, кто попирает честь людей, то это, например, тот, кто наговаривает на них что-то ложное, обвиняет их, оскорбляет или ругает, или говорит что-то непристойное в их сторону. Подобное поведение также недозволено. Имеется в виду, что запрещено причинять несправедливость людям. Ведь Аллах, субханаху ва тааля, в хадисе Аль-Кудсе и сказал, «Во истину я запретил несправедливость самому себе, а также сделал ее запретной среди вас, поэтому не причиняйте несправедливость друг другу». Также пророк, саляллаху алейхи вассалям, в хадисе, передаваемом со слов Абу-Хурейры, сообщил, «Тот, у кого есть какая-либо несправедливость по отношению к своему брату, пусть избавится от нее до того, как наступит момент, когда не будет ни динаров, ни дирхемов, но будут только хорошие и плохие дела. Каждый, кому была причинена несправедливость, возьмет за это свое право, а также мольба притесненного не отвергается, так как нет между ней и Аллахом никакой преграды. Ведь Всевышний Аллах сказал, «Я обязательно помогу тебе, даже если и не сразу». Даже если тот, кому была причинена несправедливость, является нечестивцем, то, кому была причинена несправедливость по отношению к своему брату.